Приветствую вас. Вы знаете, вы как-то вот пишите о том, что мама упрекает вас, что вы ревнуете к ее мужчинам. Вот. И знаете, честно говоря, мне кажется, по крайней мере исходя из вашего сообщения, что вы в какой степени действительно ревнуете к мужчинам вашей мамы. Вот. А вы болезненно реагируете на то, когда они у нее появляются. Вот. Вам хочется вашей мамы защищать от них. Вот. И мне кажется, что здесь, с одной стороны, дело в том, например, что вы, может быть, подсознательно боитесь, что ваша мама вас оставит. И, соответственно, будет с мужчиной такой детский страх быть брошенный, который у вас, может быть, был в детстве, может быть, появился после того, как ваши родители развели свои чувства, что отец вас, как бы, бросил, соответственно. Вы боитесь потерять маму тоже. А может быть, здесь связано просто, может быть, здесь больше про то, что, допустим, вы, в принципе, к мужчинам относитесь всем остороженно по той простой причине, что у вас не было позитивного опыта общения с мужчинами, Я отец, в принципе, довольно часто, часто в своем поведении, в своем каком-то таком отношении к вам демонстрировал предательство, демонстрировал некоторые рэкетные такие чувства, вот. По типу, вот, например, того, что с вами не общался, соответственно, доверять мужчину вам, может быть, вполне себе и нелегко. И вот с этим всем, как мне кажется, вам нужно работать. Здесь про неуверенность в себе, здесь про определенную тревожность, здесь про недоверие в себе, здесь про личные границы, здесь про интерес, интерес к, точнее, к, интерес к своей жизни, вот, то есть все это, все это, здесь, мне кажется, перемешиваются и, собственно, с этим они не работают. Нет, так же кажется, что у вас, точнее, в вас, может быть, какое-то количество подавленной злости, какое-то количество агрессии, которую вы подавляете в себе. Может быть, это, может быть, в какой-то степени связано с мамой, то есть вот, ну, это может быть связано с тем, например, что ваша мама личных границ с вами, например, не особо соблюдает и из-за этого вам вот самой приходится как-то вот так вот довольно-таки. по-своему пытаться защищать себя, вот, по-своему пытаться, пытаться защищать свои границы, вот, и вы, в принципе, как умеете, так это и делаете. Вот, я думаю, что, ну, по-другому вы не можете, вот, сейчас, на данный момент, по-другому вы не можете, даже если бы хотел, даже если бы хотел, вот, поэтому, собственно, мне кажется, что с этими элементами вам в первую очередь нужно работать, вот, а не сложно, по крайней мере, для меня увидеть то, что вы не задаете вопрос, то есть вот ситуацию вы вроде бы описали, вот, ситуацию вы вроде бы озвучили, но, вместе с тем, вместе с тем, вместе с тем, что ситуацию вы вроде бы озвучили, вместе с этим, как бы не совсем понятно, с чего же вы, все-таки, вот, например, от психологов хотите, да, что-то, какой помощи конкретной от психологов вы хотите, вот, помощи в чем, например, вы хотите от психологов, вот это, мне кажется, очень важный момент, потому что, ну, вы его практически никак, практически никак не затрагиваете, а момент это довольно важный, вот, так что здесь, в первую очередь, чего вы хотите сами, чтобы была в определенной степени какая-то, вот, кооперация между вами и психологом, вот, я бы рекомендовал вам такой момент, что если есть, допустим, если есть, допустим, у вас проблема с взаимодействием с мужчинами, например, вот, то, соответственно, вы можете выбрать себе в качестве, вот, психолога-женщину, да, и поработать, соответственно, с женщиной, с женщиной-психологом, вот, чтобы именно женщина-терапевт с вами, ну, работала, вот, если вы как-то, вот, сами чувствуете, ну, что к мужчинам у вас, вот, отношение такое достаточно, ну, получается, как бы, ну, не очень хорошее, вы не доверяете, не доверяете мужчинам, мужчинам, вот, то есть, с женщинами вам, с психологом-женщиной вам было бы проще, возможно, возможно, это, опять же, такой, достаточно легкий вариант, а если мы говорим о варианте, таком, наиболее корректном, да, то это, конечно, вариант, связанный с психологом-мужчиной, вот, чтобы максимально прорабатывать важные проблемные моменты, вот. Естественно, при условии, если вы этого хотите, то есть, если вы сами, сами этого хотите, понимаете, что есть, ну, допустим, есть проблемы, да, и если вы хотите эту проблему решать, вот, потому что психолог и женщина, как бы, ну, все равно будет в определенной степени ограниченную помощь, как мне кажется, в данном случае вам оказывать, вот. Но, повторюсь, это исключительно вам решать, повторюсь, это исключительно на ваше усмотрение, то есть, как вот вы сами очистите, так это и нужно будет реализовать, вот. А, вот как-то так, то есть, на какое-то внешнее угрожающее событие, мне кажется, вы привыкли реагировать вот только такой вот злостью, агрессией и защитой. Ну, вот, это вот то, что присутствует в вашем опыте, но это довольно деструктивно, а самое главное, что, пожалуй, такой очень энергозатратный способ, вот. Ну, смысл, что, ну, есть способы другие, более, скажем так, более дешевые, вот, с точки зрения затрат, затрат, ну, затрат вашей энергии, затрат ваших ресурсов, вот. Но здесь много упирается, кто хотите ли вы этого. Потому что, если вы этого хотите, это одно, если вы этого не хотите, то это другое. Вот, соответственно, никто вас заставить не может, не может и не должен, вот. Но, как бы, вот, поставить в известность относительно этого, мне кажется, хотя бы нужно. То есть, если мы можем сделать для вас что-то вот сейчас, например, вот, то это, в первую очередь, это поставит вас в известность относительно того, что с вами может происходить. Вот. Вот как-то так. Дальше. Если вы испытываете чувство вины, например, в контексте мамы или в контексте отца, хотя в контексте отца мне больше показалось, что он не про чувство вины, а больше мне показалось, что вы обидены на него, больше мне показалось, что у вас есть, ну, у вас есть ощущение обиды, вот, именно на него, на вашего папу, и, соответственно, имело бы смысл, возможно, поработать бы с обидой здесь, вот. Ну, опять же, это, как мне кажется, все зависит от вас, то есть от вас зависит, вот, хотите вы этого или нет, вот, от вас зависит, будете вы этим заниматься, например, или нет, вот. Ну, вот, наверное, как-то так. Да, чего я не сказал, это то, что чувство вины есть манипуляция, то есть если вы чувствуете вину, то вы сталкиваетесь с манипуляцией. Иными словами, если вы чувствуете вину, например, перед своей мамой за что-то, то, скорее всего, она вами манипулирует, например, перекладывает ответственность на вас за решение своих проблем. Вот. Даже если вы, даже если вам кажется, что это вы сами, вы выбрали и так далее, конечно, когда, например, она просит вас, допустим, ей помочь, когда она просит вас помочь ей, вот. Это больше, ну, то есть вы, конечно, можете ей помочь, ничего плохого в том, что вы ей хотите помочь, нет. Это нормально. Вопрос в том, что если она сама отдает приоритет вот этому вот мужчине, который, кстати говоря, и не должен как-то вот считать с ней, потому что предполагаться, что ваша мама взрослый человек, который знает, чего хочет, и если она общается, значит, можно общаться. Понятно, что где-то вот в идеальном мире было бы хорошо, если бы человек был веселым, но люди такие, какие они есть, и, на мой взгляд, ставить себя себя в какую-то зависимость от них, да, то есть это от того, что хочет человек вспомнить о мерах, захочет человек вспомнить об этикете, захочет человек вспомнить о вежливости, вот. Мне кажется, что ставить себя в такую зависимость, мягко говоря, негуманно по отношению к себе, вот. Поэтому тут больше нужно все-таки рассчитывать, наверное, на себя. Здесь больше нужно рассчитывать на то, что хочется именно конкретному человеку, вот. А именно, вашей маме и вам. Если ваша мама, там, занимается каким-то важным делом, вот. Прекрасно, замечательно, если она этим занимается, ну, важно понимать так же и то, что вот, если она этим важным делом занимается, но... Позволяя другому человеку себя отвлечь, значит, вот, ну, сразу неволей-неволей возникает такой вопрос. Вопрос, да, там, условно говоря, насколько ей вот это важно. А да, да, то есть, насколько ей важно все, о чем она вас спросила. Например. Вот. То есть, тут, тут все, в принципе, довольно-таки очевидно, здесь все, в принципе, довольно-таки понятно, вот. Ну, непонятно может быть непонятно вам. Вот. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. И я, в общем и целом, отдаю себя все в том, что вам, может быть, это непонятно, непонятно, но это, по сути, ничего не меняет, как мне, по крайней мере, кажется. То есть, это, ну, как бы, по факту, да, вам нужно научиться оставлять человека со своей ответственностью и, как бы, вгущать плоды своих, ну, своих поступков, своих действий. Вот. И к себе относиться также. Вот. До тех пор, пока вы этого не будете делать, вы не будете чувствовать себя, в общем и целом, свободны, к сожалению. свободны от других людей и от мужчин в том числе тоже, потому что, если, ну, ваше недоверие к мужчинам вполне может возникать в том числе по той, вот, достаточно простой причине, что что вы как-то вот подсознательно ждете от них чего-то, они вам это не дают, вы знаете, что они вам этого не дадут, но вот что делать с этим как раз таки не знаете и получается так, что злитесь и вот уходите в какие-то вот рэкетные чувства в данном случае. Вот. Ну и совершенно понятно, что ничем хорошим это для вас не заканчивается, ну и в принципе, наверное, закончиться не может, потому что здесь все-таки зависимость, как бы, она и есть зависима. Вот. Никуда от этого в принципе не уйти. Вот. Поэтому, как-то так, вот, что делать с этим, я думаю, нужно, можно решать постепенно в процессе, в процессе психотерапии, вот. Повторюсь, терапевта вы можете выбрать мужчину или женщину, лучше мужчину, но если вы не чувствуете в себе какой-то такой готовности, то можно для начала выбрать женщину. Вот. Потом уже несколько позже, когда вот вы как-то вот, может быть, ну, повыкнетесь там, в терапии, в терапии уже можно будет выбрать мужчину. Но если сейчас вы чувствуете неуверенность или чувствуете негативность, то конечно, лучше выбрать, наверное, более комфортный для вас вариант. Вот. Потому что такая проблематика не решается через, вот, ну, через вопрос-ответ. Да, да, как бы. То есть такая проблематика решается, ну, постепенно. То есть это постепенный процесс. Вот. Вам это нужно так же, как мне кажется, учитывать в обязательном парадке, конечно же. Вот. Вот. Вот как-то, как-то, как-то так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который, ну, не на вопрос, это не совсем вопрос, это больше просто история, вот, которую вы нам описали, да? Вот. Вот. То есть это, это просто история. А вот вопрос, ой, вам, наверное, еще только предстоит сформулировать, чего, чего же вы, собственно говоря, хотели бы от психолога, да? Да, чего вы, собственно говоря, хотите, какой помощи вы хотите, помощи в чем вы хотите. Вот. На мой, на мой взгляд, здесь все довольно-таки, вот, таким образом выглядит. Вот. Хотя я, конечно, не настаиваю ни на чем, безусловно. Вот. Но просто надеюсь, что вы к этому прислушаетесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Обращайтесь к вам с помощью. Спасибо.